Александр Поветкин начал восстановление после операции и уже вскоре приступит к тренировкам, чтобы в апреле следующего года провести бой. Об этом сообщил менеджер россиянина Дмитрий Иванов. Саша в ноябре был успешно приоперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку. Мешки, лапы, можно будет в парах работать. Его бои планируются на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок. Бейсболист Хулио Борбон поделился любопытной историей о том, как случайно встретил казанского боксера Геннадия Головкина. Только что смутил свою жену, сказав громко, «Эй, я видел этого парня по телеку, тому, кто был впереди нас в очереди за капкейками в заведении Спринглс в Лос-Анджелесе. Геннадий Головкин, я не хотел тебя окликнуть». Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного ресурса Yahoo Sports. В борьбе за эту награду Усик обошел своего сочетственника Василия Ломаченко, также Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда и других именитых боксеров. Менеджер Матвея Коробова Майк Борао прокомментировал судейство матча между своим клиентом и Джерналом Чарла. «Я считал, что Коробов выиграл легко. Я посчитал, что он выиграл 8 раундов к 4. Матвей контролировал пространство в ринге и совершенно нейтрализовал Чарла. Судейство в боксе субъективно, но 119-108 – это безобразие. Когда судья выпускает такую карточку, он никогда больше не должен судить другой значительный бой опять. Энтони Джошуа удивила заявление команды Тайсона Фьюри о возможном паузе в выступлениях британца. Теперь Эй Джей не знает, как будет себя вести обладатель пояса WBC Дуанте Ивайлдер. Знаете, что забавно? Забавно то, что тренер Фьюри говорит о том, что они возьмут паузу. Какую паузу, чувак? Да он только недавно вернулся в бокс после такой-то паузы. Но мне другое интересно. Как теперь себя поведет Вайлдер? Он морозился от нас, игнорировал наше предложение. Что он теперь скажет? Непростая ситуация, верно? Президент UFC Дана Уайт рассказал о финансовых потерях промоушена из-за переноса турнира UFC 232 из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Напомню, причиной этого стало то, что в крови у его участника Джона Джонса был обнаружен допинг. Билеты на турнир в Инглвуде поступят в продажу в среду. Зрители, купившие билеты на турнир в Лас-Вегасе, могут отменять их с полной возвратом суммы. Прибыль в продаже билетов на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе должна была составить около 6 миллионов долларов. В Калифорнии промоушен надеется собрать хотя бы 1 миллион. Таким образом, чистая потеря на билетах составит около 5 миллионов долларов. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всех с наступающим Новым Годом и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok